Мы вчера остановились там? Разве? Да, Мариша сказала, что Мариша Махрадж вот на этом, где без текста было, и вот следующие вот эти тексты. Мы же закончили, мы уже прочитали, мы закончили вчера эту главу, нужно следующую было читать, 22 глава у нас, потомки Аджамитхи. Ом-намо-бхагавате-васудивая 22 глава потомки Аджамитхи, краткое содержание главы. Эта глава повествует о потомках Дивадасы Аджарасанхи, который принадлежал династии Рикши, Адрюдхани, Арджуни и других царях. У сына Дивадасы, Митраю, было четыре сыновей Чьявана, Судаса, Сахадев и Саумака. Ну, мы не совсем понимаем санскрит, эти имена имеют значение. Как мы вчера упоминали, это не просто какие-то модные названия, приятные на слух сегодня. Потом что-то надоедает, привыкают люди, они меняют моду. И вот есть такие волны имен модных. Одно поколение – это, значит, Иваны, потом другие поколения – Александры. Я к этому поколению тоже принадлежал. Потом Ирины пошли, там еще кто-то. Ну, то есть это просто волны чувств, которые диктуют нам вот такие вот вещи. Но когда мы получаем ведическое имя или при инициации имя для служения Богу, оно должно отвечать как бы качеством человека, помогать ему. Дас означает «все дасы» и «дови дасы» – это слуги Бога. Это общая платформа, единство. И есть разнообразие на этой платформе. Вот различные имена Бога даются, или великих-великих преданных. Так же все имена связаны с Богом, как Пропада говорил. Любое имя относится к Богу, если понять его значение. Дива дас – имя. Дива означает «божественный дас». То есть это слуга Бога. Ну, необычно, но такой духовный, возвышенный. Дива дас – божественный слуга. Что есть слуги разных рангов. Вот Дива дас имя такое дается. Возвышающий, да, вот как бы человек. И он должен оправдать это имя. Раз он носит, это как должность. Вот есть должность высокая, какой-то чин. Он должен соответствовать этому. Вот уже награждается именем. Митраю. Митра – это друг, значит, дружественный ко всем. Тоже великое имя. И четвертый, су-даса. Су значит «очень». То есть усиливающая, благоприятная приставка. Даса – тоже слуга. То есть великий, то есть очень благоприятный слуга. Во всем слуга, во всем помощник. Саха-дева – это тот, кто вот данный богами. Сом-мака. Я не знаю это слово. Сома или как-то еще можно его начать. Но сома – это напиток бессмертия. Если о соме говорить, может быть, к этому отношению. У Пришаты, младшего из ста сыновей Сомаки, родился Друпада. Дочь Друпады звали Дровбади. Здесь не описывает история, как она появилась. Она появилась без контакта мужчины и женщины. Как это непорочное зачатие. Но здесь в Махабхарте описывается, как это работает, как это происходит. Из жертвенного огня. Тот, кто может управлять стихией огня, может создавать из огня потрясающую вещь. При помощи мантр. Понимаете, огонь – это очень такое быстродействующее стихие. Катаризатор. Мы подогреваем, варим под солнцем. Все это катализируется. Жизнь в тепле, в огне. С огнем связанная, со стихией огня. Если мы хотим что-то остановить, мы замораживаем. Если ускорить – добавляем огня. Вот когда разжигают огонь, жертвенные, браманы. Их много должно быть там, определенное количество. Синхронно нужно повторять мантры, без единой ошибки. И нужно точно понимать просьбу, которую заказывает эту ягоду. Что он желает. Он должен тоже присутствовать с сильным желанием. Получить то, что он хочет. Эти браманы при помощи мантр. И желание с этой стихии они создают различные вещи. Ну, в силу они это кажется очень мистическим чем-то, таким сказочным. Но в ведах есть такие примеры. Друпади родилась и жертвеного огня. Друпади родилась и жертвеного огня. Записывается. Друпади. А старшие сыновей Друпади Дриштадюмна тоже, они вдвоем появились следом. Один за другим. Но он был из другого желания отца. Разных желаний был. Он должен был убить Кишму. То есть это было предназначение. По предназначению явился. Специальное было предназначение. Затем он уходит. Человек. Исполнитель называется. Мы берем, например, с ним у нас какая-то есть предприятие. Мы берем исполнителя. Не так ли? Если он исполнил свой долг, больше не нужно, мы его увольняем. Так же здесь. Вот есть такая еще миссия, видите, просто исполнительный. Он исполнил то, что сделал. Хороший или плохой, или дурной. Так и так бывает. Как, скажем, взять. Гитлер исполнил свою миссию. Это исполнитель. Это кармические законы такие материальные. Сына Дриштадюмна звали Дриштакетовым. У Аджамидхи был еще один сын по имени Рикша. У сына Рикши, сам Вараны, родился сын по имени Куру, ставший царем Курукшетры. У Куру было четверо сыновей. По Рикши, Судхану, Джахну и Нишада. Род Судхану продолжили Сухотра, Чавана, Крити. И Упаричаравасу. Сыновья Упаричаравасу, Брихадратха, Кушамба, Матья, Пратьягра и Чедипа правили царством Чеди. Кушамба, Кушамба, Ришадха, Сатьяхита, Пушпаван и Джаху были потомками Брихадратхи. Ну, Брихада-то великий, большой, рация такая, лесница, то есть великий воин какой-то был. То есть от рождения они обладали этими качествами, имена, значит, представляли их, эти качества. Это вот все в ведические времена. Обычно именами наделяли либо родители, которые имели это образование, либо браманы помогали также, либо несколько имен давали. Ко всему относились с позиции знаний очень серьезно. Не только к именам. К внешнему виду, к профессии, к семье, ну, ко всему. Не существовало таких мелочей, на которые мне обращали внимание люди. Они были очень проницательными. Именно по состоянию мелочей в жизни определяется большое будущее, которое кажется незаметными вообще. Незаметными. Обычный человек не видит, он не различает эти вещи. Как говорил Иисус Христос, вы же видите и предсказываете погоду. По маленьким признакам, как ведутся насекомые или цветы. Маленькое насекомое, оп, в норку заходит, и камешек. Скоро будет дождь. Кто заметит, что он там камешек? Или запах изменился в природе. Вы тоже понимаете, что это означает. Либо вдруг загудели горы, звук стали издавать. Вы тоже знаете, что сейчас будет. То есть есть такие приметы. Есть дальние примеры, есть близкие приметы. То есть есть даже целая наука о приметах, о этих тонких вещах. Это разум. Сегодня мало людей владеет этими чувствами или приметами. Много утраченного. Вот именно эти маленькие вещи люди не знают сегодня. Они о больших вещах все думают. Настолько о больших, что уже человек становится незаметным. Даже люди они друг друга теряют. Другая жена Абриха Драдхи родила ему сына, которого назвали Джарасандхай. Его потомками были Сахадева, Самаша, Самапи и Шрутта Шрава. У Парикши сына Куру не было сыновей. Среди потомков Джахну поминаются Сурадха, Видурадха, Сарабаума, Джайсена, Ратика, Аютаю, Ахротхана, Деватитхи, Рикша, Дилипа и Праттипа. Видите, как все вкратце описывается. У кого-то были сыновья, у кого-то не было сыновей. У кого-то Джарасандха родился, у кого-то Крити и другие. Но это все жизнь людей. Если в вашей жизни появляется какой-то новый человек, многое изменится в жизни. В отношениях имеется. Если вас рождается, хороший ребенок тоже, многое изменится в жизни. Если плохой ребенок, многое изменится в жизни. Вы все это должны пережить, что тут написано. Не описывается переживание, а на Махабхарате описывается. Та сторона гум, как они жили, как они чувствовали, что они переживали, за что сражались. И какую боль испытывали люди. Это все описывается, Махабхарате. Здесь в Бхагаватам не описывается эта сторона. Просто течение времени. Но зная до какой-то степени это течение времени с позиции внутренней энергии, мы понимаем, как появляются великие личности. Потому что на них останавливается Бхагавата. На этих именах и подробно уже рассказывают их истории. Что они чувствовали, что переживали, чем жили, чем болели, так сказать. Это именно вот ракурс Шримад Бхагавата. Это та же Махабхарата, те же события описываются, но в другом ракурсе. Сыновей пройти позвали Девапи, Шантану и Бахлика. Когда Девапи отошел от дела и поселился в лесу, на престол зашел и младший брат Шантану. Шантану значит очень могущественный. Шантану. То есть непоколебимый. Когда Шантану, как младший брат Девапи, не мог претендовать на трон, он пренебрег старшинством своего брата. В результате его царствия на 12 лет прекратились дожди. По совету браманов, Шантану был готов вернуть царство Девапи, но из-за козни министра Шантану Девапи лишился права вернуться на престол. Вот какая была политика, смотрите, тоже. Ну и люди были настолько сильны вот этой внутренней энергией, праной, жизненной силой, что с их поведением было связано с тихией природы, погодой, климатические условия. Все эти тоже люди на климат влияют, но по-другому через производство. Это факт. Меняется состав воздуха, меняется климат, сезоны, года, но хаос наступает больше, чем порядок. Это тоже влияние человека. Тогда Шантану снова взял образы правления в свои руки, и с тех пор дожди стали выпадать регулярно. То есть они поправили это в соответствии с Дхармой, умы успокоились, и дожди снова пошли. Благодаря своим мистическим способностям Девапи до сих пор живет в деревне под названием Калапаграма. Можно с ним встретиться, поговорить. Калапаграма запомнитесь в деревне, да? В начале следующей сати юги Девапи продолжат династию Сомы. Но эта деревня вряд ли доступна для обычного человека. Земля населена разными измерениями жизни. Не только человеческим измерением. Есть отшельники в Гималаях, есть Кайлаш. и есть Шамбала, которые ищут мистики. Шамбулак нашли же здесь. Кто-то считает, что это Шамбала. Шамбалу находят в разных местах сегодня. Люди думают, ищут, им кажется, что-то хотят видеть Шамбалу. Рерих искал Шамбалу, известно, в России всем. он пустился в свой тур, опасный, опаснейший в то время, в Тибет, чтобы Шамбалу найти, но посланника встретил как бы Шамбала, как он описывал. Этим заинтересовал весь мир российский, в всяком случае, что Шамбала есть. Их открыл Шамбалу, вот эта мистика хлынула через него очень сильно. Шамбала описывается деревня Шамбала, где родится Калки Аватар. То есть, на самом деле, это был от отца Вишну Яши описывается, родится Калки Аватар, тот, о котором мечтал тоже Рерих. В конце Кали-юги это произойдет. До этого времени Шамбала скрыта. Так же, как Бадарь Кашам, он и сейчас существует на планете, но в другом измерении люди не смогут проникнуть туда обычно. Не только Девапи живет до сих пор, но и Ашватхама живет до сих пор, тот, который убил сына Вендраупади, сын Дронов. И Вьясадева живет тоже под Рерихашем по сей день. Когда люди больше узнают о жизни вообще, что такое вообще жизнь, они смогут понять, как это возможно, как, при каких условиях жизнь существует. в начале следующей садии Девапи продолжит династию Сомы, Чандра Вамшу, династию Луны, которая прервется в Кали-югу. Жена Шантану по имени Ганга родила Абхишму старшего одним из двенадцати Махаджан. Ну, Ганга это богиня, то есть Шантану это земной царь. Вот был такой как бы неравный брак случился, но Шантану он был настолько великим, видите, какая супруга у него была Ганга. А Шантану не мог понять все действия Ганги, из-за чего их брак был разлучен, все-таки был земным царем. И когда ему было объяснено в чем смысл поступков Ганга, который не понимал, он сожрил об этом. Не все мог понять ее действия. За пределами понимания у человека предел понимания это его привязанности. Если у нас есть какая-то материнная привязанность, здесь предел понимания. Поэтому процесс научного познания заключается также и в отреченности. Знания отречения, они вместе связаны очень. Если человек привязан, он знает только с позиции привязанности этот мир, понимает, никак. Вот мои родственники, вот мой род, вот моя национальность, вот моя работа, и все, ничего другого не вмещается в его сердце. если даже он в ум поместит какое-то знание, в сердце не проникнет, он забудется. То есть как животное буквально, не вмещается ничего, не слышит. И по мере того, как избавляет человека от привязанности, знание раскрывается естественным образом, божественное. От Шантану Сатевати родила двух сыновей. Была еще одна Сатевати. Читрангаду и Вичитравирио, а от Парашары Вясадеву. Своему сыну Шукадев Вясадеву поведал Бхагаватам. В лоне двух жен Вичитравири и их служанки Вясадеву зачал Дритараштру Панду и Видуру. Вот тут эта история. Обычное рождение было от Вясадевы. То есть, каким же образом вопрос возникает, от Вясадевы могли бы дети. Потому что Вясадевы это отшельник высочайшего уровня. И при этом еще необычная история. от от Ганги был сын, от Сатевати был сын, а от Сатевати еще в Ясадеве родился. Она с Парашаром еще была связана. Смотрите, какая сложная история. Тут как будто нарушаются какие-то хармические правила. Поэтому возникает вопрос, как с этой линией истории связаны великие личности. естественный вопрос, как это соответствует харме? Почему такие, казалось бы, внешние неправильные вещи происходили? Каким образом Парашарамуни вступил в связь с Сатевати с дочерью рыбака? Это что, нарушал харму? Принцип нарушал. Мы должны так понимать, как люди, но там будет описываться, что делают эти люди на этом уровне. Так Парашарамуни, допустим, или Вьясадева. Все это будет объяснено именно в Махабхарате. Это комментарий к ведам. У Дри Тарашты родилось сто сыновей, старшим из которых был Дури Отхана и дочь по имени Духшала. Они все были неблагочестивы, все до единого. Редко явление было. Тоже описывается, как это произошло и почему. Как рождаются неблагочестивые дети. А у Панду родилось пятеро сыновей, старшим из которых был Ютиштира. Каждому из них Дру Паде родила по одному сыну. Тут еще одна проблема. Дру Паде пятеро мужей. Тут не понять, что. И тут не понять, что. И с той стороны, и с другой стороны вообще. Везде какие-то проблемы. Что за материальный мир какой-то. Не следует Дхарме никто практически. Не получается. Что же такое Дхарма? Это просто правила предписания, но они нарушаются даже великими личностями. так. Где же Дхарма остается вопрос. То есть вопрос Дхармы очень сложный. Дру Паде тоже не могла понять, где же Дхарма, если ей придется выйти за пятерых мужей. Она тоже должна была понять, где Дхарма тогда. Один раз вы нарушаете Дхарму и вся жизнь под откос. В таких случаях серьезно. Все, тогда вся жизнь Дхармы становится. гибель духовная, гибель династии и так далее. Как же здесь Дхарма прошла сквозь вот эти перипетия. Каким образом этот путь Дхармы очень сложный. Как иметь пять мужей не нарушая Дхарму вопрос. Как зачать сына с женщиной, не являющейся женой и низшего происхождения и не нарушить Дхарму. Здесь описывается, что это такое вообще. Или детей звали братья Виндхя, Шрутасена, Шрутакирти, Шатаника и Шрутакарма. То есть практически все Шрутакори. они по своей судьбе, по именам уже были видимо не состоявшиеся, они рано погибли. Шрутти означает слушать только начало жизни, начало мучения. То есть они могли услышать истину, но они не реализовали, не прожили. они юными несовершеннолетними погибли. Они много вопросов задавали своим детьям, слушали, много слушали очень. Видимо, это их было в этом предназначение. Кроме них, у пандов были и другие сыновья Девака, Гататхач, Сарвагата, Сухотра, Нарамитра, Ираван, Вабруваган и Абхиманию. В пандах были еще другие сыновья, не только от Драупади. Вот Гататхач это от Егимбы. Абхимасена женился по настоянию матери на демонице Рашаси. Сын у него был Гататхач. А других я не знаю, но Абхиманию это был сын Арджуны от Супхадры. Абхиманию стал отцом Ахараджи Парикшита, который было четверо сыновей Джанамиджая, Шрута Сена, Пхимасена и Уграсена. Это же другой Пхимасена был. И Уграсена. Затем Шукадева Гасвами описал будущих потомков в Панду. Он сказал, что Джанамиджая родится Шатаника. Это уже в будущем описывается. Чирот продолжит Сахасранника Ашваметха Джа Асимха Кришна Нимичакра Читраратха Шучиратха Вриштиман Сушен Сунитха Нри Чакшу Сухинала Париплава Сунай Метхави Нри Панжая Дурва Тими Врихадратха Судаса Шатаника Дурдамана Махинара Дандапани Ними Икшамака Это будущее потомки Панду Махинара можно историю проверить Шукад Вагасвами также предсказал будущее Магатха Вамши династии Магатхи Некоторые мудрецы они изучали судьбы всех людей на земле описанных где-то всех невероятные да кажется науки физические недоступные силы я думаю что даже искусственный интеллект не справится если справится то никто не сможет пользоваться У Сахадевы сына Джарасанхи родится сын по имени Марджари или Марджари его сына назовут Шрутта Шрава после него этот род продолжит Ютаю Нирамидра Сунакшатра Брихатсена Кармаджит Сутанджая Випра Шучи Кшема Суврата Тарма Сутра Сама Дюмадсена Сумати Субала Сунитха Саттиаджит Вишваджит Вишваджит и Рупинджая тут нет имен Наполеона допустим македонского странно почему о них не предсказаны они Адольф Гитлер мне описано тоже Сталина нет никого нет вообще почему это же тоже история да так я всегда удивлялся что есть ясновидцы сейчас известные люди знают все всем интересно что они говорят о будущем совпадает или не совпадает если совпадает они очень удивляются вот Ванга предсказал или кто-то другой предсказал и вот смотрите так есть или астролог хороший тоже видит будущее все потрясаются но ни один из этих астрологов ясновидящий не увидел движение Господа читания а здесь предсказатель не видит их историю в Гите это описывается для одного это ночь для другого это день это разные параллели истории не пересекающиеся история коллегии не ведическая это другая параллель совсем она не связана с ведической историей и не включена в писание вообще исключена из писания то есть исключили из семьи Бога всю эту историю ведают не связана с Богом вообще никак даже в присутствии религии не связана с Богом потрясающая история кальюга это что-то уникальное удивительное явление ни в какие эпохи столько религий не существует как в кальюгу и все без толку кстати в кальюгу была только одна религия и все в кальюгах миллионы этих религий и бесполезность никакого толку шишуковача родился от Диводасы родился от Диводаса чявана чявана татсута его сын сын Митраева нриппа о царь судаса сахадева адха затем самака самака джанту джанмакрит отец джанту джанту это отец джанмакрит давший рождение джанту шукадевы госпами сказал у Митраев сына Диводасы было четверо сыновей чявана судаса сахадева и самака самака стал отцом джанту у самаки было сто сыновей младше из которых звали Пришатой в семье Пришатой родился наделенный огромной силой и могучным царь Друпада был сверхъестественной силой обладал Друпадой его могли победить только пандалы поэтому дрона просил пандовов как дакшину завоевать царство Друпады никто не смог задумал еще давно он их воспитывал сам как воинов передал им особые секреты оружия тоже что Друпада был очень могуще царь у них был конфликт между Друпадой дроны предан знают они учились вместе когда-то в Гурукуле они были друзьями а потом растворились уже позже когда уже заняли свои позиции варнашамадхарме по их различиям между ними их расстроила варнашама тварь кастовое различие у Махараш Друпада родилась дочь Друпади и много сыновей старшим из которых был Дриштадюм Дриштадюм назвали Дриштакету всех их называют потомками Пхармья Ваш Пхармья Швы Пхармья Шва продолжателями рода Панчавов очень великие все описываются люди они думали о чем сейчас люди думают как устроить свою жизнь вся голова заполнена личную там денежную сторону здоровья вот все поглощено этим не вмещается нет времени они в принципе были более здоровыми людьми и уже устроенными это было процветающее общество были великие кшатри великие браманы всякое случалось но в целом это была цивилизация процветающая богатая хастинапур там много было слонов очень богатое место было много было золота жертвоприношений все это существовало о чем же они думали о яге и о дхарме все что предписывают веды они думали о своих поступках о поступках других людей все должно быть ясно в обществе не скрытно и понятно дхармично то есть они думали об этом поглощены дхармой обязанностями сами каждой и помогали друг другу направляли друг друга из махапарда знамя всех разговоров об этом только были не о том как быть здоровым там кто разводится кто сводится где взять деньги как выжить в этом мире то есть мы в Калиюгу уже опустились до этого уровня у Рикши другого сына Аджамидхи был сын по имени Самварана у Самвараны и Тапати дочери Бога Солнца родился Куру ставший царем Курукшетри у Куру было четверо сыновей Парикши Судхану Джахну и Нишада Сухотра был сыном Судхану Ачьявана сыном Сухотры сыном Чаваны звали Крити Сухотра Хотра это огненное жертвоприношение то есть он был очень как специалистом или привязан так скажем к этим жертвоприношениям жертвенный был очень человек Чавана был очень сильным браманом сына Крити звали Упаричара Васу старшим из его сыновей был Брихадрат и другие сыновей Упаричара Васу звали Кушамба Мацья Пратиагра и Чедиба все они правили царством Чедии это везение от комментариев мы быстро прочитаем эту главу сына Брихадрат звали Кушагрой сына Кушагрой Ришапхая сына Ришапхи Сатьяхитой Пушпаван сын Сатьяхиты стал отцом Джаху Другая жена Брихадрат родила мальчика чье тело было разделено пополам такие роды были две половинки видишь что младенец состоит из двух частей мать бросила его впоследствии демоница Джаран играючи соединила две половины детского тела сказав живи живи давай жить взял випунки живи и все да живи же ты наконец играючи просто поиграть ну а какие демоны не то что нынешние демоны не то что нынешнее племя умела умела живлять творить такие вещи так на свет появился мальчик который стали называть Джарасандхи он видел Кришну Джарасандхи видел Арджуну видел Пандаву ну вот он видите с ним тоже связана история он известный демон он стал сыном демоницей Джаре по этой милости он жил не должен был бы жить сына Джарасандхи звали Сахадевы сына Сахадевы Самапи а сына Самапи Шрута Шравы не такие уж плохие были дети у него царство Джарасандхи перешло кстати похоже насколько помню к его сыну Павле Кришне не плохие были дети Джарасандха он следовал в единической культуре почитал Браманов выполнял свои обещания то есть хотя он был как демоничный по природе но он следовал в единической культуре очень хорошо почти безупречно жуткие конечно устроил жертвоприношения человеческие но так или иначе он был в рамках единической культуры иначе он понимал он получил бы карму сын Куру по имени Парикши был пиздетин но очагнул другого сына Куру был сын который звали Суратха сын Суратхи виду Ратха был отцом Сарабауми сына Сарабауми звали Джайсены сына Джайсены Ратхикай сын Ратхика а сына Ратхики а Юдаю то есть Ратхика также морское имя может быть у А Ютаю был сын которого звали Акротханой его сына звали Дева Титхи сына Дева Тити звали Рикши сына Рикши Дерипай сына Дерипа про Титхи это мы уже прочитали краткий обзор этой главы тут все повторяется но так мы лучше запомним что-то останется что обычно предный пролистывает эти страницы не обращают внимания на эту сторону жизни на сторону рождения этих вот законов преемственности потому что для нас это сегодня не так важно в Кали-югу у нас нет преемственности семейной поэтому кажется что-то что-то лишнее ну когда мы читаем вот Пасистан Царисвати Пахюна Токур Джуэна Дазбабаджи Говорки что-то Дазбабаджи шла пробовать эту парампуру нам интересно что это работает сыновей брати вызвали Девапи Шантану и Бахлика когда Девапи отказался от царства своего отца и поселился в лесу на трон был возведен его брат Шантану Девапи отказался от царства отца по какой-то причине Шантану которого в прежней жизни звали Маха Бишей прежней жизни Маха Бишей обладал способностью превращать любого старика в цветущего юношу просто возложить на него руки это был Шантан муж Ганги он стал мужем Ганги в прошлой жизни у него были такие заслуги если состаритесь извините к Шантану просто скажи положи руки мне на голову и снова будете вот так поскольку царь мог осчастливить любого одним прикосновением руки вернув ему способность удовлетворять свои чувства его прозвали Шантану когда в царстве Шантану до 12 лет прекратились дожди он обратился за советом браманом браманом который сказали ему ты постигнул на то что по праву принадлежит другому ради блага собственного рода и всего царства передай бразды правления своему старшему брату эти дхарма они говорили царям ошибки браман должны были говорить ошибки сейчас даже указать на все ошибки царь беспомощно ничего не сделает калий знает свое дело никто не видит причины откуда проблемы берутся люди расслепли полностью отказаться от мяса рыбаиц всех оттоксикаций взорвание незаконного секса вот все но они не способны у них нет знаний нет убежденности они понимают как это связано вообще с нормальной жизнью отказываются им кажется что-то еще хуже будет счастья не будет никакого счастье это в чем как раз в этих четырех вещах калий знает свое дело развились извращенные вкусы вот это проблема это болезнь никто не должен становиться царем или совершать огнехотра ягию пока жив его старший брат противно случае такого человека становится пари веткой узурпатором так правила ведические семейные традиции династии знали эти законы царь обязан защищать своих подданных поэтому последовав совету браманов махараджи шантану отправился в лес и попросил своего старшего брата девапи вступить на престол но незадолго до этого другие браманы по наущению ашвавары советника шантану побудили девапи приступить заповеди вет так он стал недостойным царского сада вот и все недостойным царского сада приступил заповеди из-за браманов девапи сошел с пути вет поэтому на просьбу шантану стать царем девапи ответил отказом более того он принялся поносить ведические принципы что привело его к падению так шантану сохранил за собой престол а индра довольный им пролил на землю дожди впоследствии чтобы опуздать своего чувства девапи стал заниматься мистической йогой поселился в деревне Калапаграма где он и живет до сих пор какая запутанная история столько вопросов возникает дхарма 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 боже мой куда же это все приведет наступившую калиюгу династия бога луны оборвется и в начале следующей сати йоги девапи продолжат род это могучная династия бога луны от бога луны две династии царской бога луны и бога солнца и вивасван первый получил от кришны это знание написано бхага в обитель девяностое солнце и вот династия луны у бахлики брата шантану был сын по имени самадата у которого было трое сыновей пури пури шрава и шава у шантану его жены ганги родился пхишма великий мудрец и возвышенный преданный постигший природу духа здесь пхишма выделяется из всего этого в виде рода один из двенадцати махаджан их всего двенадцать во вселенной в бою пхишма древе не было равных господь парашурама остался очень доволен пхишма древой когда тот победил его в поединке у шантана и дочери жбака садивати родился читрангада это подробно описывается в махабхарате эти все события очень интересно чрезвычайно интересно если правильно услышать правильно пересказать в действительности садивати была дочерью упарича рвасу матерью ее была рыбачка по имени мать сегарпа после своего появления на свет садивати росла в семье рыбака свадка между парашурамой и пхишма девы произошла из-за трех дочерей кашираджа амбики амбалики и амбы которых фишмадева похитил чтобы сделать их женами своего брата вечедравили амба думая что фишмадев собирается жениться на ней полюбила его но фишмадев давший обед брамачарии отказался взять ее в жены тогда амба обратилась за помощью парашурами у которого фишмадева обучался боевому искусству и тот приказал фишмей жениться на амбе фишмадев отказался и парашурами чтобы заставить его жениться вступил с ним жестокую схватку я тебя заставлю жениться на амбе ты ее сделал несчастной так это отхарма я дал обед брамачарии я не могу нарушить но ты должен это тоже тхарма и тут тхарма и тут две тхармы что делать драться надо в битве фишмадев одержал над парашурамой вверх чем и доставил ему удовольствие ну ладно нижний сон вот она тхарма как ее смотрите удивительным образом у каждого свой путь есть своя тхарма свой путь тхармы это очень интересно если мы такой путь выбираем он будет очень необычный читрангаду которому вечеравирия приходился младшим братом убил гандхар чье имя также было читрангада сатеватит до своего замужества с шантану родила великого знатока Вьясадеву который известен под именем Кришна Два и Паяны его отцом был Парашар Я Шукадева Госвами сын Вьясадев с его помощью изучил этот великий труд воплощение Бога Вьясадева Вьядавьяса отверг своих учеников возглавляемых Пайлой и Пайлаз Читимат Багават мне поскольку я был свободен от всех материальных желаний то есть не так-то просто было быть учеником Вьясадева то есть нельзя было иметь какие-то материальные привязанности иначе кому он бы Багават передал если он написал Багават то какие должны быть ученики которые приняли это следие Зачит Райвиря взял в жены двух дочерей Кашираджи Амбику и Амбалику но так как он был чрезмерно привязан к ним у него случился сердечный приступ позже он умер от туберкулеза полюбил слишком сильно женщину и все конец сердечный приступ начинайте переживать об этой женщине не о Кришне а о женщине ой 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 она плачет 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 ой деньги деньги хочет деньги хочет деньги хочет побежал побежал и так далее это это вся дхарма век кали и умер туберкулеза в итоге это тоже история описывается он был слабым как царь как царь пхишма фактически управлял бадараяна шивьясадева по велению своей матери сатевати зачал трех сыновей видите как это случилось сатевати требовала потребовала от него продолжить род и четыре вера умер династия закончится недопустимо вспомнила что у нее еще и сын другой связи от великого Муни он воплощение Бога она вызвала его просто по имени назов он явился и все мистика и объяснила ситуацию говорит я мать я тебе приказываю ты должен продолжить этот род зачал трех сыновей двух с Амбикой и Амбарикой женами своего брата вечетравили и одного с его служанкой тоже вопрос но подменила третья третья супруга она испугалась ее послала служанку их сыновей называли Дритараштре Панду и Ведурой это уже все великие 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 личности их как бы будущее связано с Вьясадевой его как бы отцовством с его семенем из-за преждевременной кончины вечетравили умершего от туберкулеза обе его жена Амбика и Амбарика остались бездетными поэтому это комментарий поэтому Садевати мать Вечетравири попросила своего сына Вьясадеву дать детей его женам в давние времена брату разрешалось начинать ребенка со своей невесткой такая связь называется Деварена Соттатпати если по какой-то причине мужчина не был способен зачать свою жену ребенка вместо него это мог сделать его родной брат в Карьюгу Деварена Соттатпати и такие жертвоприношения как Ашвамедха и Гомедха запрещены Ашвамедха это лошадь предлагается Гомедха это коров запрещены значит коров ни под каким предлогом не убивать нельзя даже под предлогом жертвоприношения Ашвамедхам Гавалам Санья Сам Пала Пайтрикам Деварена Соттатпат Тим Калау Панша Вирджаэт пять вещей запрещено Век Кали вступает в силу пять ограничений запрещается приносить жертву коня корову принимать Саньясу подносить предкам плоть и зачинать детей с женой старшего брата Брама Веврата Пурана О, царь жена Тритарашты Гандхари родила ему сто сыновей и одну дочь их старшего сына звали Дорьотханай а дочь Духшалай уже имена какие тяжелые Да рождение было необычным она не рожала их поочередно она родила сто сыновей сразу в одном куске плоти кусок плоти родился у нее ну что получилось и эту плоть разделили на сто частей искусственно и в горшках выращивали специально как сегодня пробирки пытаются выращивать тоже пытаются тоже это осуществить недавно я уже разговаривал с преданными из Европы где есть опыт это ЭК ЭК да начинается ЭК то есть не через естественное зачатие а через искусственное плодотворение то есть эти дети рождаются они не не склонны общаться с естественно рожденными детьми они отстраненные более холодные и находят быстрый общий язык между собой только между собой то есть уже есть вот эти симптомы которые мы ожидали в принципе как вот согласно Махапарати эти становились очень сплоченные и все были плохие они были просто ради как называется круговая порука их соединял закон все их не интересовало ничего другого значит тхарма передается должна передаваться естественным образом естественным рождением и так далее естественными силами из-за проклятия мудреца панду был вынужден обуздывать свои желания поэтому его жена Гунти родила трех сыновей Миташтирупиму и Арджуну соответственно от тхармараджа бога ветра и бога дождя мады а тхармараджа бога ветра и бога дождя трое то есть панду не мог зачать детей он был проклят проклят мудрецом и если бы он вступил в связь со своими женами он бы сразу умер поэтому он не мог вступить в связь потому что они знали об этом проклятии вот поэтому не было таких отношений они осторожны были в общении с ним а потомство нужно было иметь и тогда вот Кунти имея мантру дурвасы стало вызывать панду попросил зови полу богов начинает потомство и это был тхармарадж Индра бог ветра бог дождя бог ветра это ваю и бог дождя Индра Ютиштира Арджуна и Мадри тоже сказала вторая жена панду у тебя есть дети у меня не будет позволь мне воспользоваться этой мантрой нахуй сахады у близнецов родила Аташвини Кумара Пятер братьев во главе со старшим Ютиштирой подарили своей жене другую панду и пятерых сыновей которым ты приходишься племянником Махараджи Парикши тут всю эту историю ну здесь можно остановиться 27 текстов прочитали сегодня читанический труд можно отдыхать брендаванские гирлянды саматхишил правопады и листья не должны падать на землю если чадры есть у кого-то может в чадры положить или здесь все могут подойти к ней пока готовите вопросы можете приложиться к этой гирляндии вот такой вопрос что вот эти истории что мы начинали с женщины низкого происхождения или что был опять мужей вы сказали что как это начинается от фарма с от фарма как понятие от фарма или от фарма или из-за того, что не следовали высшей тхарме с сенатой тхарме то это не считается греховным но как нам надо понимать сочетую тхарму все что связано с Богом это тхарма все что не связано с Богом это тхарма например Парашара Муни он зачал в Ясадеву воплощение Бога сознательно но как он как Муни он на самом деле он не был женат Муни значит один был малах отшельник вот но никто никто не мог произвести такое потомство кроме него он это осознавал никто не мог пригласить воплощение Бога кроме него это литературное воплощение видов яс и там вот эта рыбачка сетевати она была еще молодой незамужней он попросил ее перевезти через реку на лодке вот они вдвоем пересекали эту реку и он сказал я хочу зачать с тобой сына посмотрев на нее мудрец без вожделения но сказал очень решительно она испугалась говорит я молодая незамужняя девушка я решусь как бы прав потом замуж выйти и к тому же ты мудрец я боюсь я к тебе коснуться я дочь рыбака от меня рыба вообще несет запах у меня дурной от тела если сравнить нас мы не сочетаемся ни физически ни духовно как ты мог вообще мне предложить такое деть не беспокойся запах я сейчас устраню все на запах лотосами она поняла что тут дело непростое это не просто вожделение что-то другое какая-то необходимость но с двух берегов нас видно не беспокойся он вызвал туман да но как же с ребенком репутация не беспокойся он тут же вырос и ушел вот что происходило она даже него не кормила не вынашивала это был парашарам и все ведовец пошел писать веды может быть я упрощенно эту историю рассказываю но вот что-то это было в таком духе то есть не не а дхарма это вожделение здесь было что-то другое вот поэтому хапарана она комментирует веды что же такое вожделение что же такое дхарма что такое дхарма так же как пятером уже дропади на какой основе это на основе вожделения тоже происходило или нет это описывается дхарма заключалась в том что слова матери пандавы безупречно безукоризненно приказы все выполняли вы знаете эту историю когда Ржуна завоевал Драупади привел ее в этот ашрам где они останавливались скрываясь под видом браманов кунти в это время с алтарем было связано домашним то ли молитва или что-то там делала она была спиной к выходу и Аржуна пришел и с гордостью хотел показать матери невестку посмотрели какой что завоевал Аржуна сегодня не сказали ничего что бы он не завоевал поделить на пятерых она всегда им это говорила всю жизнь говорила чтобы они были едины вместе и она сказала ту же самую фразу и они пришли в ужас 2004 что он сын Дхармы Раджи Бога Дхармы Бога Религии сказал все это конец мы не можем нарушить слово матери и не можем поступить по ее слову мы не знаем что делать нам нужно всем приняться не уйти устранить общая жизнь и там началась такая вообще головоломка и там Вьясадева там участвовал и Кришна там участвовал и прошлой жизни Друпади вспомнили и в конце концов Кришна утвердил эту Дхарму свыше сам личность Бога поддержал это демоны не поняли Дрюдхана подумала это нравственно Пхишмадева подумал сначала это безравственно Карна тоже они все глумились на Дрюдхане почему хотели ее раздеть все считали его такой женщиной свободной вот эти вот дух и дур и Карна был под их влиянием и Пхишма тоже был очень привязан к порядку и Дхарми и тоже не сразу принял эту ситуацию но поскольку он Махаджан через Кришну конечно он все осознал остальные они были враждебно настроены к Пандавам это была одна из причин тоже и они завидовали что Дрюдхане была ослепительной совершенно когда она явилась из огня жертвенного Брамана возродили ее на свет так сказать Божий сюда пригласили частичное проявление богини Лакшми представьте себе в голубых одеждах с тиянием проявилась из огня Браманы увидели что получилось у них они упали в обморок удар их хватило что было Дрюдхане когда он посмотрел на Дрюпаде допустим или все царевички которые там были ну а состязание было непосильным практически ни для кого все хотели потом убить Дрюпаду Кшатри ты что издеваешься над нами ты специально посмельщик тут устроил кто это сможет сделать вообще Арджуна сделал Арджуна сделал там тоже было короткое сражение Хима там всех разогнал своей силой то есть Ваймвара сопровождалась тоже вот сражениями там очень много всех Кшатри хотели получить Дрюпаде они понимали что это большая сила будет но Пандовам досталась Дрюпаде и вся сила ушла к Пандовам берет и назабрали эту невесту хотя как бы он рассчитывал на это для империи Дрюпаде нужно было конечно она стала женой Пандовы императрицей Махабхар это совсем другая жизнь еще какие вопросы Когда успокоишься поймешь Самый могущественный ум это умиротворенный ум Самый могучный умиротворенный Если вы приходите с миром в сердце и в уме то все умиротворяется Если сюда войдет вот сейчас такой Брамат ведический умиротворенный вся атмосфера изменится мы забудем все свои ссоры тут же начнем улыбаться что-то счастье внутри что происходит он еще не говорит ничего Я когда вижу своего духовного учителя с вами происходит то же самое Я смотрю у него никаких проблем он просто в сознании Кришны он думает о моих проблемах нет о своих у него нет проблем Никаких даже не думайте об этом У меня сразу оп ставят на место Никаких проблем служит Кришне Ну это состояние ума Если правильно повторять Харьи Кришна мантру быстро ум приходит в порядок быстро за один день если 64 круга почитаешь в этот день ты почувствуешь это точно выйдешь на природу и дождь пойдет сразу же Ну как захочешь не знаю захочешь дождь будет дождь захочешь град пойдет град твоя воля Но человек обладает ситхами когда умиротворяется то есть йоги когда умиротворят у них все ситхи проявляются что он уже враг он забирает у нас все все дело в этом как раз уме это секрет могущества состояния ума как только мы утвердимся в регулирующих принципах не будем даже думать о чувствах наслаждения это большая ситха большая сила но ум нас возвращает чувством наслаждения потому что мы это видим слышим у нас были привычки у нас была память и вот он противостоит мантру повторяем продолжаем пока он не сдохнет это демонический ум вопрос я не хочу выводить продолжение первого вопроса о карме если вы сказали в рецепт что если человек находит свою карму следует ей жизнь становится в земле волшебной то есть здесь есть все-таки момент того что может не найти свое предназначение всем тоже достаточно даже когда оправляемся по столу попросим помочь понять наше предназначение в этой связи следует как бы своему предназначению исполнять харму но вместе с тем открыли юги где все смешано помешано перемешано перевернуто и далеко не кажется даже кто понимает важность вопроса хармы может или начин протиследовать их и в то же время вы говорите что если человек все делает сознание бога он уже следует дхарме можно ли как-то не сильно заморачиваться по предназначению своего личного потому что не каждый может нащупать а просто делать все осознание бога тоже считается тотальным век кари нет дхармы есть только одна дхарма это овощна дхарма прямое служение богу вот этих сложностей мы не понимаем то что описано в махабхарате мы не сможем это сделать и не важно нашел человек свою дхарму или не нашел важно что он ищет не нашел в этой жизни продолжит он продолжит важно но тот кто ищет всегда найдет рано или поздно вопрос в какой жизни и когда это другая тема когда точно но если если ты уже нашла себя в этих регулирующих принципах в этих обетах в этой миссии у тебя не должно быть проблем это что все ты же нашла это главное остальное как может быть может не быть в карьюгу мы не уверены что нас обеспечат дхармы таким образованием дадут и условия сразу предоставят для исполнения дхармы ничего нет ничего для нас нет для грешников есть все для правильников ничего нет у нас есть вошнава дхарма этого достаточно это смысл всех дхарм вообще поэтому не переживайте если в жизни что-то не клеится материально особенно не надо сильно переживать мы то что заслужили какие-то рождения качества то имеем достаточно этого для Господа читаем петь нацировать можем и слава Богу и есть можем квалификация есть этого достаточно поэтому сильно не переживайте если что-то вот где-то вы не реализуете себя в материальном мире как-то не получается сильно не переживайте в миссии реализовывайте ну вот переданные сейчас прислали ролик прям с утра мы включили это вот отчет Харинама Санкиртына по всей Средней Азии Санкиаватар с группой Бармачарий ученик Гасай Махараджи Харинама Бармачария Ташкент Душанбе там везде там Самарканд сейчас мы в экстаз вообще там люди там узбеки пляшут и все там танцуют вот и все что нужно присоединяйтесь а будете ли вы великими с точки зрения материального неизвестно не обязательно или обеспеченными или вот счастливыми с этой точки зрения но Вашнав не озабочен сильно своим счастьем личным он больше думает о других если человек погружен в свои собственные планы в свои собственные счастья это демоничная культура он о себе думает Вашнав о себе меньше думает все меньше меньше потом все забывает слишком не переживайте не надо слишком переживать о себе Вопрос из Машкирии передает Том как у меня 40 секунд задает следующий вопрос когда мы идем в духовном облудии мы всегда целяемся шастрами с духовным учителем со старшими преднами а то с чем нужно стереться каким способом можно следовать для воспитания детей и как понять правильно ли я здесь в их воспитании сердце шастры не помогут без сердца веккали никто не следует шастрам а как бы суть шастры находится в сердце человека значит их сердце грязное они противопоставляют себя шастрам вообще игнорируют шастры должны вернуться к сердцу если мы говорим о детях дети не понимают шастры как философию как науку как трактаты какие-то им это не нужно в их возрасте им нужно сердце матери воспитателя и учителя там вот шастры именно оттуда должны исходить из сердца смысл ветос если его обобщить как бы в таком земном смысле все должны быть счастливы не наслаждается то что человеку приносит беспокойство и проблемы даже шастры не наслаждаются они гибкие они находят много разных способов возвысить человека это находится сердцем мы находим этот путь нехолодным рассудком где мы применяем шастры как карательную знаете дисциплину нарушил шастру получай видишь ты законы бога нарушаешь смерть тебе ну когда-то так было и это было может быть оправдано где-то но сегодня нет тогда смерть всем должно быть сегодня всем родителям и детям всем на свете всех нужно приговорить к смерти тут же особенно западный мир но пропада приехал в западный мир спасать они наказывают милость господа честа не проливать поэтому это вопрос сердца как воспитывать детей вы взрослые люди изучайте шастры но слушайте свое сердце вы должны научиться понимать что такое жизнь что такое живое существо не просто понимать детей а понимать что такое живое существо чувствовать это научиться если вы сами конфликтный человек то как вы вообще можете кого-то воспитать нормально если вы знаете шастр и вы конфликтный человек то это еще хуже будет конфликтовать на платформе шастр это еще хуже будет как вы будете воспитывать детей если у вас нет сердца если сердце каменное если мы говорим тхарма как она возрождается, скажите откуда она берется, из сострадания а где сострадание, в сердце человека а почему нет сострадания потому что сердце каменное а что теперь делать проси Господа, читай, не плачь об этом повторяй святые имена зови Кришну и плачь вот он метод пусть сердце размягчается почему имена такие злые ведь мы же знаем шастру все-таки же сострадание любой-любой процесс начинается с себя вот мы говорим о том, что если на большинстве он думает о себе, то он больше не думает но если говорить о экологии понимания этих вещей то все-таки как люди начинается же с самовосознания и для начала своей стороны принять всякие разные увидеть, потом принять прыгать к этому состраданию понять, что душа с опытом, ошибок чего-то еще это переводить и уже потом никак не нравится способность сострадать людей потому что иногда ты сам в обмотях внутренних каких-то потрепанный себя не понимающий не понимающий как же здесь возможно нет, нет, нет ты запуталась в этих вопросах смотри как бы ты от себя рассуждаешь а нужно рассуждать от парампоры от преемственности мы это все берем мы берем сострадание от духовного учителя от себя что у нас не так много если даже ты растрепан у тебя есть духовный учитель у тебя не должно быть проблем не должно быть проблем тогда нет духовного учителя значит логики не понимаете если есть духовный учитель не должно быть таких проблем зачем зачем принимаем духовный учитель чтобы у нас были проблемы не принимать учителя ну хватит принимать не принимать это вопрос тонкий мы учимся этому как принимать никаких переговоров не должно быть и осуждений мы учимся принимать то, что нам дают хорошее. Отвергать то, что плохое. Мы учимся этому. Всю жизнь будем учиться. Если мы учимся, это не проблема. Если что-то не умеете, это не проблема, если мы учимся. Но если вы создаете проблемы, будьте осторожны. Лучше учиться, чем создавать проблемы. Но когда мы начинаем о себе думать, о себе рассуждать, а не о слов духовного учителя, это и есть проблема. Где парампара? Разрывается связь. У меня есть вопрос. Хотел сказать вам небольшую историю. Я по Нашиманке месяц чела. И когда я приехала, я сняла квартиру. Хозяева квартиры, это, наверное, это Кришна Ивановна. Я говорю, да. И она мне показала книгу. Парушетам Симикришна сбегала в фондукси, привезала, показала на синтайском языке. И оказывается, полгода назад у нее же снимали преданные русские с Россией. И подарили эту книгу. Они кормили пацаны. Но я удивилась, потому что на похоронной шарфаке именно попасть на какой-то женщине. И был случай, когда мы поехали в турк, на двухдневный. И у нас был гид. А, первый день у нас в поезде сошел с рейсов. Это было на обрыве. То есть, у нас был водопад. Там все фотографировались, снимали на видео. И тут хвост начал как бы доверять. У нас всех высадили. Начало пахнуть горелым. И ну, у нас потом пересадили, в общем. было к тому, что я осознала такую вещь, что не все люди понимают, оказывается, когда даже вследовал свет смерти, что это Бог спас. У нас для меня были очень глубокие сознания в этот момент. И на второй день этот же у нас был гид. Он во-первых он воревал при нами, потом не засадывал нам достопримечательности. И как-то мы ехали в автобусе и он начал плохо говорить об Англии сначала, потому что поезда, которому поиск это страшно-сельство это англии. Начал говорить про Англию плохо, потом про Индию. когда я начал говорить про Индюю, я просто ему сказала «Вы же там не были, зачем это говорите?» Я говорю «Это есть в любой стране». В общем он начал защищать Шеверангу, упал наше говорить о Кришне. Я когда услышала упал наше говорить имя Кришне в скрунительной форме, он говорил, что у индусов много богов и Кришне просит деньги, я тут не понимаю как это и весь автобус не верил, атакивал, я не выдержала. Это царство равваны, что ты хочешь? С кем ты связалась, Боже мой? Я не выдержала, я сказала, что он ничего не знает Кришне и вообще не побила его, нет? Не побила его? Словами, да? Вот, пусть знают наших, да. Ну потом он если мне нравится, я говорю, я вам платила деньги не за то, чтобы слушать это все. Я говорю, лучше расскажите о том, что он поворачивает и говорит, вам интересно, они говорят, давайте что-нибудь хорошее. И через час мы приезжаем в индусский храм, и все люди подходят ко мне и спрашивают, а это как они у вас зовут? А я про Кришну начала ты его сместила в общем. Они спрашивают там лур уклоняются в храмах, а я им про Кришну говорю, ой, что он сказал, это не правда Кришна, это помнились с Бога. И в общем, что-то начало говорить, и... А Равана дема нужно было сказать. Кришну убил его в храмах, они мстят там за это. И этого вида притурат работал смелый, его в этот день уводили, потом у него был начальник, он сильно изменялся, потому что там они косим религию хорошо есть. И он сам удивлен, что он новенький, и я удивлен, что так сказать, поскорить, не образованный демон еще такой. Не, они к туристам хорошо относятся, но этот человек новый, он был просто убежден в своих каких-то вещах, стал говорить свои убеждения, без опыта. И опыт они хорошо принимают туристов. Шри-Ланка. Равана он очистился же, когда был убит. Это недоразумение просто. Я при этом жаловалась, что давайте что-нибудь организуем, так скучно, но ничего не было. И когда я в этот случай сказала, что не скучно, ничего. Ну ты защитила Кришну нормально. Я еще какие-то это секрет, я понимаю, это никому не рассказать. что-то не что-то это что-то 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 не происходит. Я признаюсь, что я тоже эти листочки пролистывала, а сейчас такое ощущение, что мне это нужно знать, это моя семья, это мое дело. Для меня очень важно, для моего сердца в так числе. У меня был такой вопрос, это такая мужская дима, она уже здесь у детей, и часто я себя думаю о том, что я могу карать, и потом, конечно же, ощущение очень хорошее внутри, что я как-то мама, как мама, не сложилась с позиции души Шастр, зрения, и еще как-то не очень хорошая судьба. Но в то же время мне очень импонирует, что мы реабилитировали, что может быть не у всех такая судьба будет гладкая и сладкая, но понимание того, что наша семья – это миссия, человек выполняет. И такой вопрос, а как вот там себя найти? Там же мы же не можем по-другому кроме как свою природу занять, вот это же миссия. Вот, и иногда кажется, что мы не по природе, я действую. У меня нет такого ощущения, что это точно по природе. Или все-таки может быть, если какой-то критерий, что я в миссии, правда, себя вошла по природе, это мое дело, и это для, ну как бы, помогая тем самым духовным членам, чтобы пропасть. Любая деятельность может быть использована в служении Кришне. Любая. Ну, нет, не то, что совсем ни при чем. Если ты освобожденная душа, то ни при чем. Если не освобожденная, то это может как бы нас беспокоить. Это можно потерпеть. В векалии все люди не реализованы ни в чем. Ни в чем. Я тоже чувствую то же самое, ну, может быть, я, ну, в своей жизни это, в своей среде, но то же самое, аналогично. Он не реализован в материном смысле ни в чем. Но у меня есть духовная жизнь, как бы, вот, для меня это важно, и я сильно не беспокоюсь по этой причине. То есть критерия обретворения должно быть, ну, наш поиск, это то, что мы выполняем наставление духовного учителя. Просто живи с Богом, и все, и все хорошо. Все хорошо. Он тебя направит, и все хорошо. Да, просто есть какие-то болезненные вещи в жизни, ну, это нормально. Нормально. Если не будет болезненных вещей, мы не уйдем отсюда. Мы не уйдем, просто этот мир не покинем. И даже, знаете, для какой-то степени, конечно, поняла, что вот эти трудности, которые у меня есть, вот, связанные с действием, да, и более, делаются с смирением и характером. Я понимаю, что, ну, реальности, родиться там совершенно нечем. И, как бы, не ты, такое же, как это, поклатисти, поедается в лодость. Ну, вот так вот. Одна предная рассказывала свою историю, как она вообще пришла в сознание Кришны. Она пришла через ад материальный. Ужас. Она мне тоже рассказывала. То есть она, как она рассказывала, она всегда, ну, со слезами потом начинаем говорить. Было очень много воспитаний, которые она прошла, от тяжелейших и здоровья, и операций на грани смерти, и в семье, и в жизни. То есть, ну, просто невероятно, как человек мог такое выдержать. Вот она приходит в сознание Кришны уже, так она уже начинает общаться, уже начинает задумываться о духовном учителе, она это практикует, потому что у нее уже ад. Тут приезжает Гопала Кришна Гасвами. И она к нему на Даршин. Вот она мне рассказывает. Я, говорит, ему где-то, ну, полчаса он рассказывал про этот ад. А он смеется. Он смеется, заревается вообще. И в конце концов, говорит, я плачу, он смеется. Я скажу, дальше еще хуже, он еще больше смеется. Я говорю, Макрадь, почему смеетесь? Это же трагедия. Говорит, нет, это не трагедия, это экстаз. Говорит, ты пришла к Богу, говорит, это экстаз. С такой радостью мне рассказывает, что на самом деле можно понимать это и по-другому. Так что не будьте в экстане все равно. В таком или в другом. Это экстаз в сознании Кришны. Со временем, если что-то, допустим, обычный человек, если на него, скажем, что-то уронить, он разгневается. Куда смотришь? Первая реакция. Если еще что-то возразить, он еще больше разгневается, не так ли? А если еще больше возразить, драка будет. Ну, обычно вот ком кармы. Снежный ком. А если приятный уже с опытом экстаза, так сказать, материального существования, если на него что-то уронить, он сразу поймет, что это милость Кришны и даже поймет почему. Сразу же, в то же мгновение. Он вообще не расстроится. Он скажет, слава Богу, давно пора со мной, еще хуже вообще сделать это. Как Махараджи Падикшин, он оскорбил этого брамана, змею ему, повесил гиглянду на шею. А потом ушел, думает, когда же меня эта кара постенет? И когда услышал проклятие, ну, наконец, все хорошо, все. Это с опытом преодоление. Все это, милость Кришны, то и другое, мы пытаемся это вот осознавать не через чувства, которые болят, а через разум и сердце. Если мы осознаем, что наше падшее положение, мы можем выдержать что угодно. Дина Бандху, кто такой? Это друг падших. С нами Кришна, с такими людьми Кришна сам живет в сердце их, ведет их лично. Я не достоин большего, я еще хуже достоин своего участия. Но Кришна, ты такой добрый вообще. Все, у вас появляется сила внутренняя. Но Майя, это как, она через эти вот вещи пытается нас отстранить от Бога, чтобы мы забыли его. Испытывает. А мы не забываем на зло ей. Показываем так чуть-чуть. Умеешь что делать? Покажи. Вот, вот так надо показывать. Когда Майя приходит, вот это показывает. Харе Кришне говорит. Я все равно слуга Кришны. Можешь переходить, можешь уходить, я все равно слуга Кришны. Что ты принесла? Людям раздать? Людям. Здоровые, голодные, не емшие, не пимшие, все спешили нашим отвагатам. Харе Кришне говорит. Харе Кришне говорит. Продолжение следует...